Девушки отдыхают 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 Скорее всего. Я прекрасно помню это дело 94-го года. Кур Валерий Степанович, начальник ГУБОЗ Украины у Ветставки, керував слідчо-оперативной группой с расследованием этой криминальной справы. За свою многолетнюю службу в милиции повидал немало. Но лицо жертвы, облитое кислотой, помню до сих пор. Молодую девушку перед тем, как убить, еще и жестоко избили. Видимо, кто-то очень сильно ненавидел ее и не хотел, чтобы мы ее опознали. Сними отпечатки пальцев, пробуем по нашей базе. Может, где засветилось? Все, вы свободны. Извините, у вас огоньков не найдется? Простите, а вы кто? Может, у вас есть огоньок? Нечего вам здесь делать. Вот это сразу искат. Относил свидетеля, в 7 утра чистил снег, нашел девочку. Рабочий квартал, здесь такие хифы не гуляют. По заключению судмедэксперта, смерть неизвестно наступила вчера, около 17.00. Он пробил по отпечаткам. Раньше в наше поле зрения девушка не попадала. А что по заявлениям? Я проверила, похожих в розыск, пока не подавали. И еще. Она была беременна. Второй месяц. Проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Что у вас? У меня пропала дочь. Как вас зовут? Светлана Геннадьевна Ромашова. Как давно пропала дочь? Вчера. Знаете, мы с Олечкой созваниваемся каждый день. А тут я звоню-звоню, а трубку никто не берет. Ну, я побежала к ней домой, стучала, но дверь мне никто не открыл. Я каждый день за нее боюсь. Дело в том, что у нее муж страшный человек. Он садист. Он просто ее каждый день избивает. Чего же ваша дочь не уйдет от мужа-садиста? Да запугал он ее. Он настоящий бандит, на него клейма негде ставить. Может, знаете, Александр Варданов. Криминальный авторитет Вардан? Вардан? Светлана Геннадьевна, расскажите о вашей дочери поподробнее. Оленька у меня очень хорошая девочка. Она носит фамилию отца, Вознесенская. Ей 25 лет. Она окончила университет и работала в газете. А потом этот Варданов, он буквально ее преследовал. И вы знаете, он очень долго добивался ее. И задаривал подарками, и осыпал цветами. А когда Оленька вышла за него замуж, он заставил ее уйти с работы. А у вас есть ее фото? Да, конечно. Симпатичная. Да, Оленька настоящая красавица. А кем работала в газете ваша дочь? Она работала литературным редактором. Вы знаете, я еще хотела добавить. Этот Варданов, он страшный ревнивец и собственник. И из-за этого, собственно, каждый день устраивал скандалы дома. Что? Что случилось? Светлана Геннадьевна, вы только не волнуйтесь. Возможно, это и не ваша дочь. Но все-таки вам придется проехать с нашим коллегой в морг на познание. Нет, это не она. Это не может быть моя Олечка. Нет, это не она. Пойдемте. Нет, это не может быть Оля. Вы понимаете? Она, это не она. С ней все в порядке. Моя Оля живая. Это Ольга Вознесенська. Такою девчина была до трагедии. Весела, молода, родлива. После нападу ее обличчя и тело были спотворены кислотой. Мата упізнала свою донечку лише за взрослом и статурой, а также одягом и прикрасами. У морзи жене стало злее, ее забрала швидка. Спершу милиционеры разом із чоловіком загиблою йдуть до моргу. Варданов упізнает тело своей дружины. Олександр Варданов, 40 років. Лідер организованного злочинного угруповання. Сергеич, видим через черный ход. Ваша жена исчезла, а вы ее даже не искали. Вы сказали, что не искали. Вы вечером были женой? Я не понял, граждане, менты, вы хотите мне предъяву кинуть? Может, еще во всесознайку засадите? Усе зізнайка. На жаргоні камера попереднього затримання. А где вы были вчера вечером в 17.00? Я вчера полдня проторщал в кабаке Бригантина, что на Жмеринской. А жена моя поехала на день рождения к родственнице. И как она мертвая оказалась под забором, я не знаю. А как часто вы ссорились с женой? Это вам теща тварина свистела? Так вот гонит она. Все у нас было тип-топ. Нет больше вопросов. Но если предъявить нечего, я погнал. А вы знали, что ваша жена беременна? Какая теперь разница? Знал, не знал. Ох, и мерзкий тип. Чувствую, Саныч, у нас с ним будет проблемы. Управление по борьбе с организованной преступностью долго и настойчиво охотилось за криминальным авторитетом Варданом. Сушко Руслан Миколаевич, старший слідчий з особливо важливых справ ГСУ МВС Украины у Відставці. Брав участь у расследованні цієї криминальної справи. Наши коллеги отправили на зону множество его боевиков, но лидер мастерски уходил от ответственности. У Боповца четко охарактеризовали подопечного. Умный, хитрый, властный, самоуверенный, но самое главное жестокий и легкий на расправу. Коллеги, как и мама девочки, были уверены. Смерть Вознесенской – дело рук Варданова. Слідча дізнается в матері адресу найкращої подруги загиблої и вирушает ее опитатель. Виктория Кадимська, 30 лет, экономист. Верить не могу, что Олю убили. Она была такой жизнерадостной, обаятельной. Всех заражала своим оптимизмом. Я уверена, что это муж ее убил. Мразь бандитская. Я умоляла. Не выходи за него замуж, не верь ему. Не помогло. Когда вы ее видели в последний раз? Вчера. Как я теперь понимаю, как раз перед гибелью. Довье кашемировое пальто. Хит моды кинца 20-го столетия. В 1994-м выреб из вовнегирских киз – эталон вишуканости и элегантности. Уникальную вовняную тканину кашемир виробляют переважно китайцы и монголы. Втім, до Украины пальто везут из всего мира. В нашу историю кашемировое пальто выиграло интересную и очень важную роль. Мы с Олей живем, жили в соседних подъездах. Вчера вечером я ее как раз встретила. Оль, привет! А куда это ты собралась? Никогда объяснять, мы спешим. Что это за мужчина? Ты не боишься, что твой от Элла тебя с ним увидит? Только хотела тебя попросить. Викуль, умоляю, ему ни слова. Ты меня не видела. Я потом все объясню. Я могила. Все, мы поехали. Хорошо. А ночью ко мне ворвался Вардонов. Где это с*** говори? Я не знаю. Мы давно не общались. А что случилось? Где она? Считаю на трех. Раз! Два! Клянусь, я ничего не знаю. Что она тебе говорила? Куда она собиралась? Я ничего не знаю, но мне ничего не говорила. Ну, смотри, если ты мне навешала, я тебя пацанам отдам. Они тебя по кругу пустят. Еще никто не выжил. Вардонов гулял напропалую. Шлюх водил десятками. Один раз он заразил Олю венерической болезнью. А потом ее же обвинил в измене и избил до полусмерти. Несколько раз она пыталась от него уйти. Вардон наказывала. Избивала. Насиловал. Мы предположили, мужчина в кашемировом пальто – любовник Ольги Вознесенской. Очевидно, они тайно встречались. Здесь Ольга забеременела и, наконец, решилась уйти от мужа. Скорее всего, криминальный авторитет вычислил их и жестоко наказал. Но в киевские морги мужчина, подходящий под описание подруги, не поступал. Мы очень надеялись, что он жив и сможет пролить свет на гибель Вознесенской. Я никогда никому не желала смерти. А Варданову желаю. Пусть он сдохнет. Вы должны будете проехать со мной. Составить фоторобот мужчины в кашемировом пальто. Конечно, я готова. Вижу, по выражению лица, что мимо. Вижу, что запуганы. Понимаю, что лгут. Но все в один голос твердят, что Варданов приехал в Бригантину в два часа дня и уехал около полуночи. Бандит обеспечил себе алиби. Поэтому он так себя уверенно чувствовал возле морга. Вот фоторобот неизвестного в кашемировом пальто. Я еще раз подняла сводки и обзвонила морге. Похоже, он на описание не поступал. Мне кажется, нет их в живых. Бежали они вдвоем, двоих их и захватили. Женщину убили, изуродовали и бросили на улицу. Мужчину могли закатать в бетон, в лес увезти, да в принципе все что угодно. А может это акт устрашения? Мол, кто меня предал, с тем такое же будет? Ладно. Поехали еще раз допросим Варданова. Попробуем прижать его к стенке. Вы задержаны по подозрению. Снайпер на крыше! Киллер был абсолютно не похож на профессиональных наемных убийц. Ты что, воровские понятия вообще не уважаешь, что ли? Кто стрелял у Варданова? И чи причетный он до смерти Вознесения? Я звонила в больницу. Состояние тяжелое, вряд ли. Что будем делать? Ведь у нас против него нет никаких доказательств. И он об этом знает. Показания подруги это не доказательства. Если мы засветим Кадымскую, ее обязательно убьют. Жек, мы возьмем Варданова по собранным материалам у БОПа. И будем его колоть. Он, конечно, не расколется, но... А если закрутим братков? Да замучим их допросами. Обязательно кто-то расколется? Неплохая идея. Растешь. А вот и они. Гражданин Варданов. Достали вы меня, менты. Что надо? Вы задержаны по подозрению. Сергеич! Снайпер на крыше! Быстро туда! Мне приходилось сталкиваться со многими заказными убийствами. Но впервые киллер отработал просто на глазах оперативников. И совершил ошибку. Пуля не зацепила жизненно важные органы Варданова. Сергеич! Куда? 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 Они у меня кровью умываются. Жертвы и анекдотов. И, скорее всего, про аварии запорожцев и мерседесов. Автомобильный завод у Запорожжя заснували у 59-му на базе заводу комбайнів. Перша задньопривидна модель ЗАЗ-965. У народу він швидко дістає прізвисько Горбатий Запорожець. У 67-му на зміну Горбатому приходить Вухатий Запорожець. А за 5 років з'являється нова версія автомобіля ЗАЗ-968М. У 94-му шляхами світу курсували майже 3,5 мільйони запорожців. У нашій історії ЗАЗ-968М відіграв, прямо скажемо, несподівану роль. Уперше і чи не в останнє українська криміналістика зіткнулася з ситуацією, коли Запорожець став засупом для втечі кілера. Сергеюч, ну как? Как там кверху? Я тебя еще лисий переживу. Киллер был абсолютно не похож на профессиональных наемных убийц. Он передвигался на тихоходном Запорожце, совершил неточный выстрел. Причем из охотничьего ружья, а не, как обычно, из винтовки с оптическим прицелом. Оружие забрал с собой, чего, как правило, киллеры не делают. Ведь это огромный риск. Мы предположили, либо он аматор, либо специально запутывает следы. Сто они стреляют здесь люди. Так он же уйдет. Звони нашим, пусть перехватывают. Скласти фоторобот на киллера милиціянти не могут. Убивця был в массе. Но работает план перехопления. Кілька экипажей переследуют убивцю. Он заезжает до одного из дворей, кидает машину. Дахами гаражей ему удается втекать от правоохранителей. Я только что из больницы. Охрана там море. Его бандюганы и наши коллеги. Еле прорвался. Но Вардан категорически отказался со мной разговаривать. Говорит, мол, это мои проблемы, я сам их решу. А может, киллер, любовник его жены, Вознесенской? Да, он был в маске. Но по комплекции он похож на человека в кашмировом пальто, как его описала подруга Вознесенской. Моя версия все-таки, что Варданова подстрелили по заказу. Немный человек нашептал, что у Вардана были терки с криминальным авторитетом рыбкой. Оперативник призначает встрече информаторов. Игорь Руденко. Прозвисько Рудий. 35 лет. Бойовик угрупования Рибки. Ну что, пробил? Узнал, это не Рибка пытался Вардана на Луну отправить. Відправить на месяц. На жаргонии замовите вбивство. Розстрелять. У них были терки, но недавно они все устаканили. Да и киллер какой-то странный смазал. Люди-рыбки наверняка работают. Может быть, он специально смазал. В лихие 90-е криминальные разборки были обычным явлением. Группировки делили между собой сферы влияния, денежные потоки. В этой кровавой борьбе от взрывов и пуль умирали и гибли десятки людей. Мы поняли, кто-то очень влиятельный, хочет стравить Вардана и Рибку. А значит, Киев стоит на пороге новой страшной криминальной войны. Мы этого допустить не могли. Ну ты пробей там среди своих, кто под авторитетом копает. Окей. Информация про замах на життя Варданова швидко потрапляет на шпальти газет. Від слідчих вимагают негайно найти та затримати киллера та замовника. Детективи шукають найманого вбивцю. При цьому справа загиборі Ольги Вознесенської не просувається ні на крок. Експерти-трасологи уважно досліджують знайдену на місці злочину гільзу, а також виняту з тіла пораненого Варданова кулю. Спеціалісти доходять висновку. Постріл було зроблено з рушниці ІЖ-18М. Слідчі встановлюють власника покинутого Запорожця. І негайно вирушають за адресою його проживання. Бог в допомогу вам! Здравствуйте. Здравствуйте. Мы із милиції. Що-то случилось? Іван Устынов, 65 років, пенсіонер. Скажіть, автомобіль ЗАЗ-968М, жовтого цвета, на вас зарегістрирован? На мене, але на нім сіну ехав в місці по делам. А огнестрельне ружі в домі є? Ружьо є, я охотник. Могу показати? Покажіть. Странно, не ружьо? А фотографія сіна є? Є фотографія сіна. Бать, привет! Стоять, милиці! Стоять! Стоять! Єгор Устынов, 35 років, підприємець. Ружьо, де? Там за сарайом. Показывай. Вон за стулом. Затриманого негайно допитують. Вам знакома Ольга Вознесенская? Я не знаю такої. Почим стріляли в Орданова? І за що йому мстили? Сучасна столиця поступово позбувається малих архітектурних форм. Кіосків. Але в 94-му Київ переживав кіосковий бум. Маленькі крамнички з'являлися чи не на кожному кроці. Окупували виходи з метрополітену, зупинки, вулиці. Асортимент кіосків вражав різноманіттям. Жувальні гумки, печиво, чипси, горішки. А головне – алкоголь та тютюн. Майже весь крам закордонний. Прибутки шалені. У 5-6 разів окуповується кожна партія товару. У 94-му Киоски – мабуть, найрентабельніший бізнес в Україні. Після того, як Єгора Устинова скоротили на роботі, він вирішив піти у бізнес і відкрити кілька кіосків. Чоловік навіть не здогадувався, чим це для нього обернеться. Знакомі посоветували денег взяти у людей Вардана. Сказали, мол, процент гуманный возьмёт і крышу кіосків обеспечит. Я взял 5 тисяч доларів, щоб на все хватило. Але вскоре дуже сильно об цьому пожалів. ДОБУБЦЮВАТЫ ДОБУБЦЮВАТЫ Короче, Баклан, прибыль получил, пацанам час на зону передай. Так це не прибыль, це я в долг взял. Так кого я так гребу? Ай, тихо, ай, тихо. Бабки-то при тебе. Не болей. Будь здоров. Я потом понял, що вони всіх так розводять. Через місяць Вардан у мене потребував вернути долг. Ну що, безнесюк, мно голови поднял? Послухайте, я, коли у вас деньги в долг брал, вот эти двоя, вони мене обманули і все забрали, все. Ви обманули этого прекрасного і приятного бізнесмена? Ні, звісно. Нам чужого не треба. Ну, вот видиш, ніхто тебе не обманув. Ну, послухайте, це ж аферка какая-то. Значить так. Ні, ні, ні. За те, що ти гониш на моїх людей, штраф сумма увеличивається вдвоє. У тебе неделя. Не достанеш. Ну, ти знаєш. А потім я в милицію прийшов заявлений писати о мошенничестві. Ну, дело быстро замяли. Видимо, Варданов откупился. А потім він ко мене до мене прийшов і... Мія, в общем, дому не було. Він на глазах у дочери ізнасилував мою жену. Нам прийшлось продати квартиру, машину, пока він не відстал. Жена чуть в петлю не залезла. Ну, як же я мог все це простити? Фу, у меня просто не було виходу. Іздрівля так повелось. Женщина – хранительниця домашнього очага, а мужчина – защитник і добычник. Семенець Андрій Вікторович – старший психолог головного управління МВС України у місті Києві. Головний спеціаліст відділу державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Пропустите. Бать, ти че? Так вам убийца нужен? Я вам вот що скажу. Я прошел війну, жену похоронил, а у Егора жена – ребенок. Ему є ради чого жити. Я готов все взяти на себе і все підписати, що необхідно. Але це невозможна. Все уліки проти Егора. Я на коленях буду вас уймати. А ви успокойтесь. Папа, це я убив. І я понесу все. Варданов жив. Ні один жизненно важний орган не задєт. Ідіся додому. Возможно, суд не зайдет, і ваш син получить минимальний срок. Правоохоронці розкрили замах на життя Варданова. Запобігли кримінальній війні між двома злочинними угрупованнями. Але справа про вбивство Ольги Вознесенської все ще буксувала на місці. Слідчі знову вирішують проаналізувати всю наявну інформацію і спробувати знайти зачіпки або речові докази вини Варданова. І було руководство, і нам дали три дня, щоб ми нашли вбивцю. Либо закрили Вардана. Давайте вместе подумаємо ще раз, що ми упустили. Ми можемо поговорити з мамою жертвою ще раз? Я званила в больницу. Состояние тяжелое. Вряд ли. Слухайте, мені все не діло з голови любовник Ольги. Варданов жутко ревновав жену і пытався все контролювати. Але де-то ж вони познакомились, де-то ж вони встречались. Це ідея. Іра, ти їдь к цій подруге і ще раз хорошенько обо всім поговори. Хорошо. Ми були уверенны, що убили Вознесенську по приказу її мужа Александра Варданова. Але подобратися к нему не могли. Даже мотив убийства, ревність, мог вызвати в суде серьезні сомнення. При тому, що существування любовника Ольга тщательно скрывала. Іменно тому ми стремились як можна быстрей найти мужчину в кашемировому пальто і сформувати доказательну базу проти Варданова. Викторія, подумайте, де Ольга могла познакомиться, а главное, встречаться с мужчиной? Я не знаю. Этот подонок Варданов їй все запрещал, він все пытался контролировать. Я поняла. Ось, слушай, у мене после тренировки так правая нога болит. Ну потянула, наверное. Ты ж занимаешься без остановки, как сумасшедшая. Привет, Оля. А куди ти собралась? В спортзал. На тренировку. Ты плохо понимаешь? Мы с тобой договорились. Я в спортзале, я в бассейне. Мне тебе нравится, когда похотливые козлы пялятся на твою грудь. Неужели я тебе плохо объяснил? Я поняла. Домой, детка. А мне еще к доктору нужно. Иди. Они познакомились в больнице. Больше негде. У Оли были проблемы с почками. Она часто посещала врачей. Номер в больнице знаете? Седьмая, кажется. Я вспомнил его. Я ее любил. А ты над ней издевался. Слушайте, но его уже спрашивали двое. Тоже из милиции. Но они какие-то стремные. Больше на бандитов похожи. Будем брать. Кто выбрал жизнь в Ольге Вознесенской? И что закончится правосудие? Смотрите просто сейчас. Я выяснила. Вознесенская и любовник познакомились в больнице. Наш мужчина в кашмировом пальто врач. Виктор Гулеев. Вот его фото. Коллеги подогнали. Я вспомнил его. Он просил прикурить. На месте, где мы обнаружили труп Вознесенской. Извините, у вас огоньку не найдется? Нет, я не перейду. Простите, а вы кто? Может, у вас есть огонек? Нечего вам здесь делать. Это сразу и скажу. Либо он избежал отчасти Вознесенской, либо... Либо он убийца. Коллеги Гулеева рассказали, что он уволился из больницы незадолго до гибели Вознесенской. А еще его искали два мордоворота, якобы из милиции. Я предлагаю включиться в активный поиск и навестить нашего кашмирова доктора Айболита. Бажаете очистить кишечник? Омолодить организм? Чи у вас проблемы с потенцией? Тогда наши препараты для вас. Примерно так у 94-му звучала реклама усіляких баддів та чудодейных витяжок з органів тварин. Ця реклама просто заполонила телепростер и рядки газет. И каждая фирма гарантувала 100% результат. Придбав препарат, и маешь здоровый, оновлений организм. Левова частина чудодейных препаратов – подробки. Їх виготовляли в підпильных цехах із борошна та крейди. Або фасували в яскраву упаковку звичайні витаміни. Під виглядом засобу для схуднення продавали проносне. Шахрайству сприяли прогалини у вітчизняному законодавстві. Біологічно активні домішки не вважалися лікарськими засобами, а отже не потребували ліцензування. У 94-му щомісячний підпільний обіг цього ринку в Києві становив понад мільйон доларів. Свідчі не знаходять лікаря Гулєєва вдома, але з'ясовують, він працює на одну з фірм, яка займається лікарськими препаратами та біодобавками. А також дізнаються, що його активно шукають бандити. Детективи шукають Гулєєва на його новій роботі – фірмі з продажу лікарських препаратів. Добрый день, молодые люди! Вы сделали правильный выбор, посетив офис нашей фірмы. Мы представляем препараты ведущих медицинских компаний «Мира». Ой, девушка, вы знаете, у меня насморк, пучит, несварение желудка, белая горячка, і ще у мене прыщи на попі. Мій колега шутит. На самом деле, ми із милиції. Скажіть, а ви узнаєте вот этого человека? Да, це наш сотрудник Витя Гулєєв. Слухайте, ну його вже спрашивали двоє, тож із милиції. Ну, вони якісь стремні, більше на бандитів похожі. Опишіть нам їх більше подробно. Ми получили подробне описання псевдоколег із милиції і сообразили, що це охранники Александра Варданова. Возникли две версії. Либо кримінальний авторитет розыскиває врача, считає його убийцей своей жены, либо Гулєєв для него крайне опасний свидетель. Ми понимали, потеряно много времени, но дуже надеялись добратися до врача быстрее бандитів, які казалися далеко не такими глупими, як виглядели на перший взгляд. А як давно вони у вас були? А, ну, часи два назад. І що ви їм сообщили? Адрес дачі, де зараз Вітя проживає. Нам напишіть. Слідчі вирушають до передмістя столиці, щоб урятувати Віктора Гулєєва. Саныш, смотри, джеб-бандитів. Да, їх. Що робити будем? Будем брати. Слышь, мужик, ти не подскажеш? Слышь, мужик, ти не подививайся. Ты у мене долго будеш умирать? Я її любил, а ти над не издевався. Так любил, що убив її. Пошли. Що я в тебе только нашла? Голий, босий, нищий чмошник. Та тому, що в мене немає того, що в тебе є переизбитки. Жестокість, равнодуші і злоба. Ти смелий смертник. За що ти вбив Олю? А? Вона от тебе залетела, і ти іспугався, да? Забери мене, лапу. Ти думал, що я нічого не узнаю. А я узнал. І тепер ти задохнеш. Считаю до трех. І ти труп. Дівернися, всажу пулю! Бардан, не дури. Брось ствол. Мій висел буде на пораження. А ти докажи, що це мій ствол. Ми тут з приятелем розмовляли. Пальчиків там нет. Свидетелей тоже нет. Руки перед собою! Вітя! Оля, ты жива? А в морге тогда кто? Просто по-другому из твоей жизни. Невозможно уйти. Оля, ну зачем тебе это все, а? Ну зачем тебе этот урод? Зачем тебе эта комедия? Ну я же, я же любил тебя, Оля. У тебя же все было. У тебя были бабки, брюлики. Ты не любил меня, Саша. Никогда не любил. Я была твоей прихотью, игрушкой, собственностью. А любимых не вытирают ноги. Любимых не унижают. Аж тем более не сбивают. Вот почему я люблю Витю. А ты с твоей властью и деньгами не стоишь и мизинца его. Граждане, менты, я не понял. Ну что вы хотите мне предъявить? Женушка воскресла. Я ее не убивал. Я вообще свободен. Ладно, хватит этих мелодрам. Жека, давай его к нам в машину и вызывай наряд. Я вам оклянусь. Я выйду. Я этими руками вас на куски порву. Она тебе столько крови, что на пожизненное хватит. А теперь расскажите мне, кому из вас пришла в голову идея выдать вас за мертвую? Мне. Мы полюбили друг друга с первого взгляда. Я очень долго уговаривал Олю уйти от мужа, но при этом понимал, что Варданов нам этого не простит. И поэтому я решил инсценировать убийство. У меня просто друг есть, патологоанатом. Он был в курсе нашей истории и вызвался помочь. Успокойся. Эта девушка сирота. Она работала плечевой проституткой и погибла в пьяной драке. Она просто очень похожа по комплекции и цвету волос на тебя. Понимаешь? Завтра же документы, они исчезнут. Ее никто искать не будет. Поверь мне. Пойдем, не сядь. Она же внешне на меня совсем не похожа. Витя, я боюсь. Оля, успокойся. Я все продумал. Смотри, сначала мы ее переоденем в твою одежду, потом подцепим на нее все твои украшения, а потом я оболью ее кислотой. Она все обезобразит и никто даже не заметит подмены. Поверь. Может, маму предупредим? Ее же вызовут на опознание. Оля, ни в коем случае. Твоя мама не профессиональная актриса. Она может нас случайно сдать. Понимаешь? Мы ей обязательно сообщим, но чуть-чуть попозже. Хорошо? Ты прав. Хорошо. Я люблю тебя и доверяю тебе. Потом я отвез Олю на дачу у друзей, а тело в бромзону. Усі дні після інсценування загибелі Ольга та Віктор переховувалися на дачі під Києвом. Аж поки бандити Вардана не вийшли на слід Гулеєва. Это он. Витя, що делать? Прятаться. Пойдемте. А как же ты? Не волнуйся, не переживай за ним. Пойдемте. 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 Я не че жалею. Я шел к этим отношениям всю свою сознательную жизнь. Я благодарен тебе за каждую секунду счастья, проведенную рядом с тобой. А далее був суд. Судді враховали обставины, які штовхнули Егора Устинова на злочин, а также взяли до уваги его щиросердное каяття. За замах на життя Олександра Варданова Устинову дали три роки колонії загального режиму. На свободу он вошел даже раньше, за амнистией. А за месяц судили Ольгу Вознесенську и Виктора Гулейева. Суд урахував їхні щири каяття, співпрацю зі слідством, а також те, що в їхніх діях не було злого чи корисливого умислу. Ольгу Вознесенську засудили на два роки позбавлення волі умовно. Гулейеву дали на рік більше, але також звільнили в залі суду. Патолого-анатома, який допоміг викрасти труб з моргу, звільнили з роботи і заборонили обіймати відповідну посаду упродовж п'яти років. Убивцю Олександра Варданова не встановили і дотепер. Після його смерті Гулейев та Вознесенська взяли шлюб і народили двох діточок. Устинов після виходу на свободу повернувся до батька в село і став фермером. Це була історія одного злочину і я, Олександра Соколовська. Бережіть себе і пам'ятайте, злочину без покарання не буває. Дякую за перегляд!